Субтитры делал DimaTorzok Это я про начало, вдруг понадобится Так живется веселее Но оказывается Всем привет! Самый вредный писатель детства Григорий Остер Он написал, знаете что? Вредные советы для детей Представляете? Оказывается, есть такие дети, которые делают все наоборот Наизнанку? Наизнанку Все шиворот на выворот Но не что пора заслить родителей и воспитателей А чтобы им так веселее живется Оказывается И специально для таких непослушных деток Григорий Остер написал книгу вредных советов Их очень много, но мы сегодня с вами почитаем лишь некоторые Самые смешные Самые веселые Самые поучительные Ну и послушным детям эти советы тоже пригодятся Ведь они действуют на них, как таблетка от глупости Ну что, почитаем? Да Если всей семьей купаться вы отправились к реке Не мешайте папе с мамой загорать на берегу Не устраивайте крики Дайте взрослым отдохнуть Никому не приставая Постарайтесь утонуть Нет приятнее занятия, чем в носу поковырять Всем ужасно интересно, что там спрятано внутри А кому смотреть противно, тот пускай и не глядит Мы же в нос к нему не лезем Пусть и он не пристает Если вас поймала мама За любимым делом вашим Например, за рисованием в коридоре на обоях Объясните ей, что это ваш сюрприз к 8 марта Называется картина милой мамочки портрет Никогда вопросов глупых сам себе не задавай А не то еще глупее ты найдешь на них ответ Если глупые вопросы появились в голове Задавай их сразу взрослым Пусть у них трещат мозги Родился девочкой Терпи подножки и толчки И подставляй косички всем, кто дернуть их не прочь Зато когда-нибудь потом Покажешь кукиш им И скажешь Фигушки, за вас я замуж не пойду Если вы с друзьями вместе веселитесь во дворе А с утра на вас надели ваше новое пальто То не стоит ползать в лужах и кататься по земле И взбираться на заборы, повисая на гвоздях Чтоб не портить и не пачкать ваше новое пальто Нужно сделать его старым Это делается так Залезайте прямо в лужу Покатайтесь по земле И немножко на заборе повисите на гвоздях Очень скоро станет старым ваше новое пальто Вот теперь спокойно можно веселиться во дворе Можно смело ползать в лужах и кататься по земле И взбираться на заборы, повисая на гвоздях Хе-хе Если вы по коридору Мчитесь на велосипеде И навстречу вам из ванной Вышел папа погулять Не сворачивайте в кухню В кухне твердый холодильник Тормозите лучше в папу Папа мягкий, он простит Видите палками лягушек Это очень интересно Отревать крылья мухом Пусть побегают пешком Тренируйтесь ежедневно И наступит день счастливый У вас какое-нибудь царство Примут главный палачок Да Начинаю драку с папой Затевая с мамой бой Постарайтесь даться маме Папа пленных не берет Кстати, выясни у мамы Не забыла ли она Пленных бить ремнем по попе Запрещает красный крест Если вы собрались Другу рассказать свою беду Брать за пуговицы друга Бесполезно Убежит И на память вам оставит Эту пуговицу вдруг Лучше дать ему подножку На пол бросить Сверху сесть И тогда уже подробно Рассказать свою беду Если ты пришел к знакомым Не здоровайся ни с кем Слов пожалуйста, спасибо Никому не говори Отвернись И на вопросы ни ночи Не отвечай И тогда никто не скажет Про тебя, что ты болтун Если что-нибудь случилось И никто не виноват Не ходи туда Иначе виноватым будешь ты Спрячься где-нибудь в сторонке А потом иди домой И про то, что видел это Никому не говори Если не купили вам первожное И в кино с собой не взяли вечером Нужно на родителей обидеться И уйти без шапки В ночь холодная Но не просто так бродить по улицам А в дремучий темный лес отправиться Там вам сразу волк голодный встретится И конечно быстро вас он скушает Вот тогда узнает папа с мамою Закричат, заплачут и забегают И помчатся покупать пирожное И в кино с собой возьмут вас вечером Посмотрите, что творится В каждом доме по ночам Отвернувшись к стенке носом Молча взрослые лежат Шевелят они губами В просветной темноте И с закрытыми глазами Пяткой дергают во сне Ни за что не соглашайтесь По ночам идти в кровать Никому не позволяйте Вас укладывать в постель Неужели вы хотите Годы детские свои Провести под одеялом На подушке без штанов Например У вас в кармане оказалась горсть конфет А навстречу вам попались Ваши верные друзья Не пугайтесь и не прячьтесь Не кидайтесь убегать Не пихайте все конфеты Вместе с фантиками в рот Подойдите к ним спокойно Лишних слов не говоря Быстро вынув из кармана Протяните им ладонь Крепко руки им пожмите Попрощайтесь не спеша И свернув за первый угол Пчитесь быстренько домой Чтобы дома съесть конфеты Залезайте под кровать Потому что там, конечно Вам не встретится никто Бей друзей без передышки Каждый день по полчаса И твоя мускулатура Останет крепче кипяча Могучими руками Ты, когда пройдут враги Сможешь в трудную минуту Защищать твои друзей Никогда не мойте руки Никогда не мойте руки Шею, уши и лицо Это глупое занятие Не приводит ни к чему Вновь испачкаются руки Шея, уши и лицо Так зачем же тратить силы Время попуст терять Встреча тоже бесполезна Никакого смысла нет К старости сама с собою Облесеет голова Мама, не знаю как Если мама в магазине Вам купила только мячик И не хочет остальное Все, что видит, покупать Встаньте прямо Пятки вместе Руки в стороны расставьте Открывайте рот пошире И кричите букву А А когда, роняя сумки С воплем Граждане, тревога Покупатели помчатся С продавцами во главе К вам директор магазина Подползет и скажет Маме, заберите все бесплатно Пусть он только замолчит Если ты остался дома Без родителей Один Предложить тебе могу я Интересную игру Под названием Смелый повар Или храбрый кулинар Суть игры в приготовлении Всевозможных вкусных блюд Предлагаю для начала Вот такой простой рецепт Нужно в папиной ботинке Вылить мамины духи А потом ботинки эти Смазать кремом для бритья И полить их рыбьим жиром С черной тушью пополам Бросить в суп Который мама приготовила с утра И варить с закрытой крышкой Ровно 70 минут Что получится Узнаешь Когда взрослые придут Мишки бы понравилось Есть надежный способ Папу навсегда свести с ума Расскажите папе Честно, что вы делали вчера Если он при этом Сможет удержаться на ногах Объясните, чем заняться Завтра думаете вы И когда с безумным видом Папа песни запоет Вызывайте неотложку Телефон ее 03 Надо с младшими делиться Надо младшим помогать Никогда не забывайте эти правила Друзья Очень тихо повторяйте Их тому, кто старше вас Чтобы младшие про это Не узнали ничего Если ты в своем кармане Ни копейки не нашел Загляни в карман К соседу Очевидно, деньги там Спички Лучшая игрушка Для скучающих детей Папин галстук Мамин паспорт Вот и маленький костер Если тапочки подкинуть Или веник подложить Можно целый стул зажарить В тумбочке сварить уху Если взрослые куда-то спички Спрятали от вас Объясните им Что спички для пожара Вам нужны Если сына отмывая Обнаружит мама вдруг Что она не сына моет А чужую чью-то дочь Пусть не нервничает мама Но не все ли ей равно Никаких различий нету Между грязными детьми Если острые предметы Вам попались на глаза Постарайтесь их поглубже В самого себя воткнуть Это самый лучший способ Убедиться самому Что опасные предметы Надо прятать от детей Требуют тебя к ответу Что ж Умей держать ответ Не трясись Не хнычь Не мямри Никогда не прячь глаза Например, спросила мама Кто игрушки разбросал Отвечай, что это папа Приводил своих друзей Ты подрался с младшим братом Говори, что первый он Бил тебя ногой по шее И ругался, как бандит Если спросят, кто на кухне Все котлеты искусал Отвечай, что кот соседский А возможно, сам сосед В чем бы ты ни провинился Научись держать ответ За свои поступки каждый Должен смело отвечать Я роняю чашку гость Не бейте гостя в лоб Другую чашку дайте Пусть он пьет спокойно чай Когда и эту чашку гость Уронит со стола Стакан налейте чай ему И пусть спокойно пьет Когда же всю посуду гость В квартире перебьет Придется сладкий чай Долить за щиворот ему Если вы сестру решили Только в шутку напугать А она от вас по стенке Убегает босиком Значит, шуточки смешные Не доходят до нее И не стоит класть сестренки В тапочки живых мышей Да, Соня? Читайте вредные советы Со своими детьми И вместе со взрослыми Редактор субтитров А.Семкин